Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбола Тажин и это продолжение нашей карьеры за тренера. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам сказать большое спасибо за вашу поддержку, которую вы проявили под роликами про водевых пенальти. Обязательно скоро будут выходить новые выпуски. Я планирую выпускать их каждое воскресенье, поэтому надеюсь на вашу подписку и на то, что вы нажмете на колокольчик, чтобы не пропускать ни наши новые видеоролики и ни наши стримы, которые выходят абсолютно в любое время. Могу запустить, так что обязательно приходите, буду всем рад. Ну а если вы хотите видеть наши стримы еще и на твиче, набираем 50 фолловеров, ссылочка есть в описании на мой твич канал, и тогда мы начнем новую стримовую карьеру уже на твиче. Но мы сегодня переходим к концовке нашего первого сезона карьеры за тренера. Отыграли мы за ротор полсезона и пришли в Динамо. Ну, Динамо сами к нам пришли на самом деле, мы не отправляли в Динамо предложение, нам оно само пришло. Так, наверное, мы и будем действовать, если нас только приходит предложение, не буду я никуда отправлять тогда. Вот, так будет, мне кажется, честнее. Сейчас у нас концовка первого сезона, игра против Ростова на выезде, домашняя игра против Урала и выездная против Ахмата. Пишут вот в новостях, что мы 9 матчей не можем победить уже с Динамо. Я старался для себя задачу 8 место, 8 строчку занять по итогам сезона. Но сейчас у нас 6 очков до Тульского арсенала. Вот такие вот дела. Ну и посмотрим, как мы отыграем вот эти матчи. Ну, хотя бы топ-10 теперь уже мне надо занять, я считаю. Состав-то у Динамо очень хороший, но посмотрим. Сейчас играем против Ростова. Ростов на третьем месте идет, поэтому мы будем точно играть оборонительным футболом. Но сейчас у нас, вы посмотрите, вроде все замечательно у нас состав, но просто он не может побеждать. Не знаю, что еще здесь можно сказать на самом деле. И командный дух, все замечательно так. Не играть я буду, надо в тренеры переключиться. И немножечко давайте посмотрим на состав, естественно, план игры. Немножечко тоже поменяем. Так, мы будем играть, естественно, вторым номером. Поэтому я бы выпустил с первых минут Камличенко лучше на поле, нежели чем Филиппа. И будем играть на контратаках. И длинным пасом будем выходить. Надеюсь, у нас это получится. Ну и также от оборонки отыграем этот матч. По крайней мере начнем, так? Ростов-Динамо, поехали. Итак, Ростов против Динамо. Наша выездная игра. 28-й тур, если я не ошибаюсь. Ну и сейчас мы посмотрим, как все-таки отыграем. Потому что концовка. И вообще у нас пока что карьера не очень-таки складывается. Очень хорошо так шли. Я не знаю, как с Ротором. Но вот пришло предложение Динамо. Я думал, что все, это сейчас пик в карьере будет. Но нет. И проигрываем, и пропускаем, и часто в ничью играем. Но это уже недоработка про эволюшн, что так часто в ничью нет. Было лучше мы проигрывали. И понятно было, что у нас какие-то проблемы есть. А так в ничьи 0-0. Но это очень странно. Ну и все. Опять нулевая ничья. На выезде забираем одно очко. Но очень это трудно на самом деле. Ни одному удара даже не нанесли. Кишунину лучший игрок матча. 7-0 у него оценка. Ну и мы все так же на 11-й строчке. У нас теперь 4 очка отставания до Химок. Поэтому вряд ли мы сейчас в топ-10 закончим. Ради этого нам надо выиграть 2 матча точно. И надеяться на то, что Химки потеряют очки. Так, нам приходит предложение по Шунину. Ну это понятно. Кабуре тоже. Грулев. Грулев. Грулев у нас вообще на самом деле не играет. Поэтому почему бы и нет. В Китае, да, это Гуанчжоу какой-то. Давайте за 5 миллионов попробуем продать Грулева. Так, и Терехов. Ну Терехов у нас тоже не играет. Ему 23. Ну как-то на стабильности идет прям. Попробуем давайте 300 тысяч попробовать взять с Хармануччи. Ну все, остальные-то все. Так что здесь все замечательно пока что. Так, работа в Тамбове нам предлагают. Я на самом деле не знаю. Тамбов 15 строчка. Ну уж точно я бы в Тамбове не оставался. Поэтому уж лучше в Динамо наверное остаться, нежели чем в Тамбове. Будем если что ждать еще предложения. Но вот эту игру кстати с Oldboy, с игроками, которые заканчивают карьеру, я играть не буду. Все-таки мы за реализм. Таких матчей вообще-то не проводят. Сейчас, ну давайте я выпущу, так сказать, раз Урал у нас. Я выпущу тех, у кого хороший прям именно стрелочка вот это все такое. Вот даже наверное Терехова придется выпускать, потому что Хаманский вообще у него в рейтинг вниз пошел. Вот так вот. Остальные вроде все замечательно. А Паршевлюк еще есть у нас. Так что почему бы и нет. Посмотрим. Может быть это тоже как-нибудь тут влияет. Мы готовы. И сейчас отыграем. Так, опять надо перезайти. Потому что по привычке все. Захожу. Режим тренера. Динамо против Урала. Не посмотрю на какой они строчке, но не суть. Поехали. Итак, Динамо против Урала. Домашняя наша последняя игра в сезоне. Посмотрим, как мы отыграем. Ну и также интересно, как пойдет Урал. Они на нейтральном. Давайте и мы тоже. Очередная ничья у нас. Вот просто очередная. Уже если так смотреть по прошлому выпуску, у нас пять ничьих со счетом 0-0 подряд. Так, Березкиного в Урале лучший игрок матча. Ну и мы все-таки же на 11 строчке. У нас сейчас есть шанс, если Химки проиграют 30-й тур, а мы его как бы так сказать выиграем, то мы можем максимум сравняться с ними. Мы, вот мы, Динамо и Ротор. Единственные лидеры по ничьим, потому что я тренировал обе эти команды. Это же идиотизм. Так, дальше у нас здесь переговоры. Скауты кого-то нашли. Давайте укрепление слабых мест в России глянем. Сулейманова нам предлагают. Добавим в список почему бы и нет. Так, и центрального защитника нам нашли. Маману, например. В Сочи сейчас играет. Давайте посмотрим. Ну, вообще мы его можем потянуть, поэтому почему бы и нет. Давайте приобретем Маману, раз нам его нашли. И будем тогда заниматься продажей наших центральных защитников, там возрастных. Так, в список сейчас зайдем. Другие команды, кого мы здесь уже приобрели. И с Афонов, Баринов это точно приходит. И Мамана, если что, может подойти, так сказать. Так, Терехов. Ну, мы согласны все равно. Он отправляется. Дальше. Лещук врубим. Так, а Лещук. А Лещук у нас это... Лещук это я не могу никак продать. У нас это единственный вратарь остается. Поэтому нет, пока что нет. Отклоню. И так у нас Еруков вон уходит. Поэтому нет. Так, ну а теперь сортировочка по возрасту. Будем смотреть. По убыванию Шунин Кобуре. Вот, Шунич, например. Ему уже 33 года. Поэтому давайте мы его выставим на трансфер. Потому что Шунину и Кобуре мы нашли. Взамен сейчас, если Мамана согласится, мы будем менять Шунича. Вот. Ну, раз нам нашли пока что. Вот. Я бы вот здесь бы поменял правого защитника. Пусть бы нам бы нашли. Потому что у нас есть Прошевлюк. Правда. Вот. Надо бы... Там Морозов. Правда, есть тоже очень хороший футболист. Вроде и с возрастом у него все нормально. Сейчас мы глянем. Так, Морозов. Да, ему 27. Еще все хорошо у него. Поэтому я бы оставил бы его, конечно. Так, ну мы тоже здесь сейчас смотрим. Шуманский возвращается. Так, Морозов что-то нет. Прошевлюка так и оставляем. Ну я не могу сейчас рисковать. Поэтому мне бы сейчас 11-ю строчку за собой будет сдержать. Но всякие вот такие заминки я бы сделал. Все равно. Кого прямо точно. Но только не Лещука выпускать. Правда. Вот, например, Фомин. Фомин. Неплохо. Вместо Биоля залетает сейчас состав. Ну а так. Что так? Я никогда что-то не пробовал вот Игбуна в центре нападения. Почему бы не сейчас, под конец сезона, не попробовать мне Игбуна? Действия при атаке. Контроль мяча. И давайте короткий. И по центру будем пробовать. Вот, уж не хочу нагружать фланг. Сейчас макеем там. Так, все. Здесь мы все сделали. Поэтому отправляемся. У нас последний матч в сезоне. С олдбойсами мы просимулируем. Поэтому Ахмат Динамо. Поехали. Итак, Ахмат Арена. Финальный сегодня у нас матч сезона. 30-й тур чемпионата России. И мы приезжаем на выезд сюда. Мы даже с ротором вроде как проиграли Ахмату. Которые шли на последней строчке. Но давайте мы тогда пойдем. Нам уж точно нечего терять. Попробуем тоже в атакующей. И все. Мы завершаем этот сезон. У нас два выпуска подряд было ничьи. Шесть ничьих подряд. Ну и мы завершаем сезон. Посмотрим сейчас. Скопинцев оценку 7-0 еще получает в последнем матче. И финальная игра нас даже сместила на 12-ю строчку. Нас обогнал Урал. Вот такие вот дела. Так что мы завершаем практически как и ротор. Смысла не было, мне кажется, наверное, уходить. В два очка всего лишь разница. Даже ротор, мне кажется, стал лучше играть, чем мы когда были. Но это понятно. Потому что за них искусственный интеллект. За нас это понятно все. И объявлен состав сборной сезона Гильерми. Дугла Сантос, Черлока, Мартынович, Марио Фернандес. Нобо, Криховик, Вильена, Влашич, Заболотный и Артем Дзюба. В нападении. Нам приходят предложения. Абсолютно разные там от клубов. Не знаю, что нам сейчас будет ли у нас встреча вообще с, так сказать, руководством Динамо. Мамана. Она не согласна, поэтому мы вообще принимаем без проблем. Все. Эммануэль Мамана переходит в Динамо Москву. Следующего сезона мы приветствуем в нашем клубе. Так, Шунин. Кабаре уходит. Шунич в ПС Юнайтед. Без проблем. Повторные эти. Вот, давайте. Попробуем за полтора миллиона его продать. Паршевлюка хотят в Борусю Дортмунд. А что я выставил? Нет, пока что. Я не знаю. Ну, типа. Давайте, согласны, пока. Если что, найдем быстренько ему замену. За миллион шестьсот. Так, Маккей у нас еще есть. Маккей в Дерби Каун. Сколько Маккей? Двадцать семь. А у нас будет, если что, потом? У нас есть Грулев. Так, Грулев или Маккей. Поэтому давайте лучше я отклоню Грулев отмены. Вот. И отдам Маккея. Три с половиной миллиона. Так, здесь мы все сделали. И теперь нам нужен правый защитник. Нам находит еще центральный. Мурилио. Из Локомотива тоже добавим в список, если что. Так, а здесь у нас посмотрим, как дела. Плиеву тридцать. Давайте и Плиева выставим. Потому что Плиев у нас вроде вообще не играет. Вот. Выставляем. Если что, у нас уже сразу есть игрок. Так, кого нам здесь? Усталов Мамана. Так, Форенция нам предлагают. Маккей вниз. У него рейтинг пошел. И надо глянуть, какой там вообще клуб нам предлагает. Форенция. Нет, такого вообще не знаю. Лучше в Динамо бы остался, нежели чем переходить в Тамбов либо Форенция. Итак, команда сползает вниз. После недавнего... Дал свою позицию в таблице рейтингов клубов. А что я вообще могу здесь реально сделать? Ничего. Дальше у нас Шунич. Ну, все-таки договор идет дальше. Все, мы его отдаем. Потому что у нас Мамана приходит. Паршевлюк пойдет тоже. Классное вообще приобретение. У Баруси, Дортман. Паршевлюка возрастного забрали. Маккей. Все. Сумма у него возросла. Поэтому мы его, естественно, продаем. Камличенко. Сколько Камличенко? 26. Ну, я не знаю. Он как вообще сезон провел? У меня 12 матчей, я так понимаю, отыграл. Или 18. Я один гол всего лишь забил. Я бы оставил все-таки наш парень русский, все такое. Так, и больше нам, так сказать, я вот так. Так, что? 108 место. А какое было, вот теперь вообще непонятно. Так, ну мы переводим время все равно далее. Так, переговоры. Моя команда. Кого еще здесь? Плива. Вот, отлично. Начнем переговоры. И тогда мы уже сразу с Мурилией начнем общение. Там 830 тысяч попробуем. И переходим сразу игроки в списки. Так, ну здесь по рейтингу наверное надо все-таки. Спахич есть, но помоложе то, естественно, Мурилия. Поэтому подаем заявку, смотрим. Он настроен отлично. Вот так. Раз настроен, почему бы и нет. Все. Мурилия может перейти из локомотива в Динамо. Отлично. Так. Плив, работа в Урале, работа в Лайкюдад каком-то и продление. Продлить, да. Динамо решили продлить. Так что, ну все. Пока что я смогу вообще в Урал перейти. Но я бы не стал на самом деле. Я сейчас здесь уже команду хорошую, надеюсь, соберу. А в Урале там они на одну очку выше и толку вообще не вижу. Так, там Игорь Акинфеев завершает, я так понял, карьеру. Проблемы. Что-то никого там не могут найти. Работа скаутов. Ну нам и не надо, вроде уже центральный защитник, так что и не будем трогать. Вот. Сейчас у нас, я просто пропускаю этот матч. Да. Наконец-то Динамо победили хотя бы в этом матче без меня. А может, ребят, мы тогда и не будем. А ничего такого делать. Будем реально вот так вот симулировать матчи. Почему бы и нет. Мы бы тогда быстрее бы с вами в выпуске все это делали. Вы отказались переходить, да, в другую команду. Я стою за Динамо. Мы просто давайте посмотрим с вами. Вдруг это будет намного лучше. Напишите об этом в комментариях. Просто не симулировать так вот матчи. Я понимаю, что я не смогу выносить изменения. А просто их скипы. Так, мне кажется, мы лучше с вами сможем достичь результатов. Ну и тогда в каждом выпуске у нас за два выпуска бы сезончик проходил бы. Вообще было бы замечательно, мне кажется. Так что такую идею, как я понимаю, лучше, мне кажется, реализовать. Мамана, тем более. Вот здесь Баринов. Еще кто-то там забыл. Сафонов переходит в Динамо. Вообще все замечательно. Настройка целей в сезоне. Ну давайте. Попытаться выиграть Лигу. Вы че? Мы можем завершить сезон в верхней части таблицы, я надеюсь. Ниже шестой строчки. Укрепление у команды. Они-то смотрят на состав. Но я сейчас серьезно, раз вот такие цели мне дают уже. Мурильо, Плиев, об уходе игрока Кабуре, Яруков, Шунин, Терехов, Шуньич, Паршевлюк, Макей, Баринов, Сафонов пришли. Мамана, Гурулев там, Фомин в рейтинге повысился. Цель в сезоне. Так, и Веласка уходит. Все. Давайте дальше. Другие команды. Что у нас здесь? У нас Мурильо. Да, ну тут на чуть-чуть они на самом деле, поэтому мы соглашаемся. Все, Мурильо к нам присоединяется. Моя команда, естественно, сейчас глянем. Мамана пришел, Баринов пришел, Сафонов пришел. И Плиев, что здесь? Ну тут на чуть-чуть, но мы уже согласились с Мурильо, поэтому надо продавать. Плиева. Ну и все у нас, сейчас глянем по возрасту. Игбун. Вот, давайте тогда еще и нападающего центрального будем искать. Пока что я выставлю Игбуна на трансер. Будем омолаживать состав работы скаутов. У нас как раз центральных защитников, если мы могли в России найти хороших. Поэтому пусть ищут центральных нападающих в России тоже. Именно на подъеме. Так, молодежная команда, давайте глянем. Где там наши знаменитости? Велосо, Влар, Мирант. Ну вот, Мирант итальянец, да, вроде. Да. Цесар, Эль-Ахмади, Антунес, вот это Антунес, знаю португальц, да. Ой, Еволи, Ибай Гомеш, кстати, тоже классно. Пьяйте, аргентинец. Буюк, Спарбенет, Ягуэр Рин. Ягуэр Рин есть даже. А Костфеномбрадерн. Так, а теперь ну-ка мы посмотрим общий рейтинг по убыванию. Кто у нас здесь самый высокорейтинговый? Велосо есть, португалец, опорник, 71 рейтинг. Так, у нас нет таких типа. Я бы левого нападающего и вратаря бы поискал. Молодежки, левый нападающий и вратарь. У нас есть Миранда, давайте я бы Миранду лучше бы подписал. Все, я подписываю Миранты. Вот, а левый нападающий... У нас есть пьяйте на самом деле. И пьяйте подпишу. Вот, потому что это звездные типа игроки, которые в молодежке. Вот, а тогда... А тогда, раз мы их вот подписали, тогда вот Лищука и Гурулева я просто выставляю на трансер. Вот, хоть и были предложения по ним именно. Но я все равно отказываюсь от них. Вот, ну что же, настройку тогда мы проведем уже в следующем выпуске. Шунин покинул, да, он переходит. Я даже не в курсе, куда в Страсбург, да, он перешел. Ну, а так все. Попробуем, давайте в следующем тогда выпуске. Сразу мы отыграем полсезона. Вот. И вы напишите об этом в комментариях, как вам эта идея. Мы будем просто скипать матчи, не заходить как в тренеры, потому что это очень, я как увидел, трудновато вышло. Все матчи в ничью 0-0 надо было раньше, наверное, это вообще делать еще в роторе. Поэтому вот так вот будут у нас быстрее сезоны в карьере за игрока. С вами был Андрей, канал Футбол. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok